Эта молодая парочка, прогуливающаяся в полночь вдоль трассы по Бодинскому шоссе, думает не только о романтике, но и о собственной безопасности. На руках пешеходов светоотражающие ленты. Водители их вилят на расстоянии до 150 метров. А вот к этой компании из трех человек у сотрудников ГИБДД есть серьезные претензии. Мужчины нарушили новый пункт правил дорожного движения, передвигаясь вне черты города без разрешающих аксессуаров. Следует полицейский свисток и сразу же разъяснительная работа. Мало того, что идете в темной одежде, еще идете спиной в транспортном потоке. Вам об ответственности известно за это нарушение? Нет, не знал. Фары светят на меня. Одной беседой сотрудники госавтоинспекции с 1 июля уже не ограничиваются. Составляют протоколы и выписывают административные штрафы 500 рублей каждому. Таких штрафов в ходе сегодняшнего ночного рейда по Бодинскому шоссе было выписано 10. Полицейские говорят, взялись за безответственных ночных пешеходов всерьез для их же блага. Наезды у нас были, в основном это происходит вблизи населенных пунктов. То есть люди возвращаются по своему месту жительства, идут в попутном с транспортным направлением, водители не успевают их заметить. Особенно при разъезде со встречным транспортом совершают наезды. Вот последний наезд у нас был весной, буквально в начале мая на Сарапольском тракте. Погиб молодой человек всего 20 лет. Всего же с начала года подобных ночных трагедий в Удмуртии уже 4, а за весь прошлый год было 33. Светоотражающие элементы очень важны и, что самое главное, стоят недорого. Метр такой ленты шириной 3 сантиметра в магазине стоит 12 рублей. Спасительные аксессуары могут быть самыми разными. Сотрудники полиции призывают всех любителей ночных прогулок не полениться и приобрести светоотражатели для собственной же безопасности. Дмитрий Вороновин, Юрий Егоров, телеканал Моя Удмуртия.